Молодежные литургии по традиции проводятся на следующий день после Большого Церковного Праздника Троица, или, как его называют по-другому, Пятидесятница. Это своеобразный день рождения Церкви. Сегодня здесь рассказывали о нюансах православия и таинствах священных писаний. Святейший Патриарх Кирилл сказал, что молодежное служение – одно из приоритетных направлений деятельности Русской Православной Церкви. Поэтому стараемся поднять это все, оживить, возбудить интерес молодежи к Церкви, чтобы молодежь, те дети, которые в воскресной школе сейчас учатся, чтобы они не потеряли этот интерес, а там молодежь, которая учится где-то в других местах, и работающая молодежь, чтобы у нее этот интерес появился и сохранился. Молодежь, которая стоит в храме на богослужениях, на самом деле она мечтает поучаствовать в этом. И вот раз в год мы даем эту возможность поучаствовать, это для людей действительно праздник, и мы понимаем, что раз в год этого мало, надо это повторять чаще, но дай Бог будем к этому стремиться. В храме много молодежи. Одни следят за исправностью лампад и работы церковного оборудования, другие ребята поют на клиросе. Техническое обеспечение литургии полностью лежит на плечах молодежи. Взрослым остается лишь следить за порядком. Арсению Немову 15 лет. В храм Серафима Саровского приходит уже не первый год. Священнослужители доверяют ему самые ответственные дела. К примеру, сегодня он читает молитвы перед причащением прихожан. Обратили, наверное, внимание, были маленькие панамари. И вот я таким же маленьким, меня позвали в алтарь читать апостола. И я пришел в алтарь, очень благоговейно стоял, как бы боялся пошевелиться в алтаре, вдруг я что-то не так сделаю. Эту благодать ощущал. И после этого буквально полгодика прошло, и я попросился в алтарь к батюшке, он меня взял. А потом я начал панамарство. Потом потихоньку начал звонить, читать. Как рассказали в храме, подобные литургии планируется сделать регулярными. Причем в них будут принимать участие не только анапчане, но и жители других городов. Их будут специально приглашать в рамках по обмену опытом. В скором будущем это должно стать большим краевым проектом, старт которому вновь дали сегодня в Анапе. Руслан Душевский, Анапа-регион.